Официально уссурийцам разрешено отдыхать на Солдатском озере и на водоеме в Дубовом ключе, который многие называют просто лотосы. Однако Роспотребнадзор предупреждает – в воду на отдыхе лучше не заходить. С летним потеплением микробиологические показатели начнут ухудшаться. По Солдатскому озеру и по озеру села Дубовый ключ, как и в прошлом году, мы в этом же году говорим о том, что купание запрещено. Почему? Наблюдая мониторинг трехлетний по микробиологическим показателям, мы говорим о том, что микробиологические показатели имеют тенденцию роста, стабильного роста. Причина биологического загрязнения озера лотосов кроется в самих лотосах. Это особенность роста данных растений. Состояние Солдатского – это вина человека. Жители соседнего частного сектора не слишком беспокоят чистота водоема. Военный госпиталь тоже раньше сбрасывал сюда свои отходы. Попытки частично очистить озеро принимались, но безуспешно. Это было лет пять назад. Приглашали мы в институт, и затем выявили, что там есть какие-то положительные микроорганизмы, которые занесены в Красную Крыму. И нам запретили это делать – чистить озеро. Ещё практически чуть не наказали за это. Похоже, что сейчас за состояние Солдатского озера отвечают все и никто. Роспотребнадзор, как контролирующий орган, не устанавливает причины и не устраняет загрязнения. По факту, объект находится в собственности двух сторон – частного предпринимателя и лесхоза. Так что администрация не может тратить на озеро бюджетные деньги. Такое положение сохраняется с 2008 года. Мы работаем за данным вопросом. Половина озера Солдатского относится к Хабаровскому лесничеству. У нас переговоры с этим ведутся. Подчуждение у них левой стороны данного озера. К сожалению, такая законная коллизия. Купаться в воде нельзя, но отдыхать на водоёмах можно. Заграть на берегу или кататься на катамаране никто не запрещает. Специальная комиссия обследовала популярные места отдыха на соблюдение правил благоустройства. Приняты меры, чтобы обезопасить людей. Тремя организациями подготовлены в Владивостокском и Московском колледже 8 матросов и спасателей. Это такие организации, как Солдатское озеро, это озеро Болтос, как мы говорили, и озеро Борода. Роспотребнадзор пока не забраковал воду в Кукуковском водохранилище. Специалисты начали проверять его только в прошлом году. Депутаты высказали своё мнение. Если людям негде будет купаться, они пойдут на знакомые с детства речушки и озёра, где не соблюдается никакие меры безопасности. Евгений Талов, Антон Весеховский, Телемикс.